Все течет, все изменяется и Zoom, как и следовало ожидать, добавил интеграцию со сторонними приложениями. Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Этого следовало ожидать, поскольку интеграция со сторонними приложениями – отличительная черта крупного, востребованного бренда. Это работает, кстати, и в обратную сторону. То есть, когда бренд становится крупным и востребованным, в нем появляются интеграции со сторонними приложениями. Посмотреть, какие приложения добавляются в Zoom можно из десктопной версии. Вот отсюда. Он перекинет вас в Marketplace или из браузера, если вы не пользуетесь приложением под десктоп. Я, кстати, настоятельно рекомендую пользоваться, это удобно. Ну и тут мы видим, что это первая страница из восьмидесяти семи. Из восьмидесяти семи Карл. Для удобства разбиты по категориям, посмотрим, что есть в Collaboration, например. Google Workspace, Slack, Mira. Ну, в общем, даже на первой странице из тринадцати куча всего интересного. Давайте выберем Asana. Действительно очень удобный Task Manager. Мы используем его в Теплице, причем сидим на бесплатном тарифе и нам вполне хватает. Sign in. Странно, что не был. И visit site to install. Заходим в Asana и даем разрешение на то, что просит Zoom. А теперь Zoom даем на то, что просит Asana. Он сразу предлагает запустить конференцию, не знаю зачем. А, не конференцию, а приложение. Чтобы показать вам, что интеграция прошла успешно. Ну тут можно пока ничего не делать, а перейдем в Asana с тем, чтобы добавить приложение туда. Ну то есть оно как бы добавлено в ваш аккаунт, но не добавлено в проект. Тут такая забавная штука, с которой я, надо сказать, помучился. А вот мои задачи. Customize и здесь по идее должно появиться Add Up. Но оно не появляется. Потому что Zoom добавляется к конкретному проекту, а не ко всему аккаунту. Ну то есть вот здесь уже в Customize есть Add Up. И собственно вот он Zoom. Connect to Asana. Ок. Опять же разрешаем. Разрешаем. И вы добавили Zoom в проект. Давайте посмотрим, что теперь можно делать. Первое очень, на мой взгляд, полезное. Теперь вы можете создать конференцию Zoom прямо в задаче. То есть создать новую конференцию. Он взял название из названия задачи. Переименуем. Время и продолжительность. А вот. Появилось описание здесь с датой старта и в приложении Zoom. А вот она. Также с датой старта. Но не будем дожидаться запланированной даты. Начнем заранее. Мы посмотрели, что предлагает Zoom внутри Asana. Теперь посмотрим, что предлагает Asana внутри Zoom. Для того, чтобы посмотреть все доступные интеграции и запустить нужную, мы переходим в приложение. И пока у нас тут только Asana. Вот он запустил ее в отдельном окне. Причем сразу понял, что речь в данной конференции пойдет вот об этой задаче. А той задаче, к которой мы эту конференцию прикрепили в Asana. А значит все, что мы хотим обсудить на конференции, можно заранее добавить в задачу. В качестве описания или action item. То есть пунктов действия или вопросов. В данном случае вопросов к обсуждению. И наоборот все, что мы обсуждаем на конференции, можно сразу добавлять задачу опять же в качестве описания. Или опять же пунктов действия с назначением ответственных и дата исполнения. А также заглянув внутрь, можно добавить описание к пункту и пункт пункта. То есть под пункт и под вопросы. И все это автоматически добавится к вашей задаче в Asana. Ну и в Asana же вы можете с этим в дальнейшем работать. Вернемся к конференции Zoom. Она у нас еще не закончена, наоборот она только стартовала. Кроме работы с данной конкретной задачей мы можем добавить еще задачу, уже отдельную. Это делается так. Ну в общем так же, как и в Asana. И в этой новой задаче есть также свой action item и question. Ну и дальше можно создавать еще задачи, если вдруг в процессе совещания не появится. А такое, согласитесь, случается. Ну и в Asana эта новая задача также появляется отдельно, но с привязкой к этой конференции. Чтобы вы вспомнили, откуда эта задача взялась впоследствии. Завершим конференцию. В описании задачи теперь написано, что она закончена. И попробуем создать новую задачу, подключив к ней уже запланированную конференцию. Такое тоже бывает. Запланировали конференцию в Zoom, потом поняли, что она относится к какой-то задаче в Asana. Для этого вам нужен ID конференции. Я думаю все знают где его взять, но на всякий случай покажу. Заходим в Zoom. Ну вот я запланировал второе совещание. И вот его ID. Вставляем. Add. И он подхватывает все настройки из запланированной конференции. Название, время, хост. Я думаю не имеет смысла рассказывать про все интеграции, но возможно про некоторые потом расскажу все-таки отдельно. Все любите друг друга. Все-таки всякие дополнительные фичи с одной стороны утяжеляют продукт, с другой делают его более удобным, если конечно с ними удается разобраться. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.